Верим в Господа Верим в Господу Помолимся вместе сосредоточенно перед причастием. Повторяйте за мной слова молитвы. Верую Господи и исповедую. Я по тыси воистину Христос. Молитвенное пространство — это необъяснимая словами сакральная тишина. Душа жаждет погружения в это пространство, потому что в нем стихают внутренние битвы. В нем сердце внимает Слово Божьему и облекается во Христа. Мы приходим в этот мир, чтобы научиться любить, а значит узнать Христа. И когда это происходит, душа сбрасывает вереги уныния, сомнений, страхов и начинает радоваться. Так произошло в жизни нашей героини. Матушки Ольги Юревич, жены клирика храма, семейности Ласпаса в Мите на городе Москвы, протеерея Андрея Юревича. Когда Господь появился в жизни, у меня было такое ощущение, что я вот как бильярдный шарик. Гоняет, гоняет, гоняет. Это он, бух, и я в лунке счастливая. То есть, что бы ни случилось, я на своем месте. Для матушки Ольги это чувство стоит дорогого. Она единственный ребенок в семье московских интеллигентов. Папа и мама много работали и не подозревали, что у их любимой дочери выработалось устойчивое чувство одиночества. И как следствие, совершенно не детского уныния и не детских поисков жизненных смыслов. Скорее из интереса, чем из других побуждений, Ольга однажды заглянула в храм, мимо которого ходила в школу. Красота росписи, икон поразила воображение творческой девочки. А я нарисовала сразу. Да, я много рисовала, я любила рисовать, все, что меня волнует. Я пришла и сразу набросала там что-то. Папа пришел с работы, увидел сразу, что я рисую. И вот спросил маму, а что это такое? Мама говорит, а мы зашли в храм, со школы шли. И маме нагоняй было, и мне нагоняй. Вот первый раз я услышала, когда родители ссорятся. Они у меня как голубки. Вот это было первый раз, когда я даже настолько испугалась, что на мелкие кусочки порвала этот рисунок. Но память невозможно порвать на мелкие кусочки. После школы Московский архитектурный институт. И в его стенах знакомство с будущим коллегой Андреем Юрьевичем. Он ее запомнил еще с первой встречи на подготовительных курсах. Идет и у каждого, у кого кнопочку спросят, у кого кусочек карандашка, у кого кусочек бумажки. Думаю, что ж такое? Беспорядок какой-то. Подходит ко мне и тоже что-то спрашивает. И так я ее увидел. И что-то такое в сердце, наверное, екнуло. И после занятий я стал ее провожать. И влюбился со страшной силой просто. Несколько месяцев встреч, узнавания друг друга привели к тому, что молодой человек предложил расстаться. Сказал, мне надо учиться. Но истинная причина была в другом. Ее внутренний мир, ее проблемы этого внутреннего мира, ее определенный пессимизм, нерешенные какие-то вопросы. Наверное, для меня 16-летнего было тогда это слишком непосильно. Страдали оба. И Господь дал им два года для взросления, переосмысления. А потом организовал им неожиданную встречу на берегу Балтики. Время сыграло свою роль. Чувства вспыхнули с новой силой. Мне кажется, что меня создал Господь для отца Андрея. И у меня было такое ощущение с самого начала. Две полярности, два разных характера и темперамента сделала единым целым любовь. И они были готовы идти вместе по жизни. Но куда? В каком направлении? Нам в столице стало очень скучно. Нам стало очень трудно. Наверное, наши вот эти вот поиски постоянные привели к тому, что нам показалось, что вот здесь мы ничего не найдем. Вот здесь вроде все отработано, и ничего мы не найдем, и нам нужно что-то свежее где-то искать. В общем, это были вот эти поиски, которые вылились в желание просто уехать, куда глаза глядят. Местом, куда, как оказалось, глядели их глаза, стал город Лисосибирск в Красноярском крае. Туда в полную неизвестность с маленькой дочкой Катюшей на руках отправилась семья молодых московских архитекторов. В Сибири их ждали хорошая работа, собственный дом. В Сибири, с небольшой разницей во времени, сделали первые шаги еще шестеро их детей. И в Сибири супруги начали неясно ощущать то, в поисках чего уехали из Москвы. Сначала была поездка на Пасху в ближайший храм в город Енисейск. Было знакомство и первые духовные беседы с настоятелем, отцом Геннадием Фаста. Было желание новых встреч со священником, собственные раздумья после, а не этот ли путь и есть истина. В очередную командировку в Москву главный архитектор Лисосибирска Андрей Юрьевич поехал с подарком отца Геннадия, святым Евангелем. Батюшка вернулся из Москвы верующим. А я вот как есть и есть. То есть вопросы, 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 какой-то вроде свет, туман. И вдруг бабах, и приезжает верующий муж. Я проводила известного мужа, приехал неизвестный. Такой вот есть. Это я сразу заметила. Воцерковление мужа шло стремительно. Жена пережила весь спектр чувств, от непонимания до неприятия. Любимый был рядом и не рядом. И тут вот этот разрыв начал все больше и больше увеличиваться. Он куда-то идет, я все тут, он идет, я тут, он идет, я тут. И вот и все. При том, что у нас вроде бы в семье все было очень хорошо и славно. И мне, конечно, это было очень горько, потому что, да, доходило до того, что я, говорил, или я, или отец Геннадий. А мой муж так блажен улыбался и молча уезжал к отцу Геннадия. И в один из таких моментов Ольга отчаянно дерзко бросила. «Господи, если Ты явился Ему, то явись и мне. Ты же видишь, так как сейчас жить невозможно». Ничего не было, ни света, ни глаз, ничего не было. Это было просто перерождение, какое-то перерождение внутреннее. То есть вот прошло немного совсем времени, и я поняла, что я верую. Что я верую Богу, я доверяю Ему и хочу жить вот с Ним. Господь открывался ей через беседы с духовными наставниками, отцом Геннадиям и матушкой Ольгой, через чтение Библии и наследие святых отцов. По вопросам веры обращаться улица Полевая, дом 5. Такое объявление написал отец Андрей. Адрес указал домашний. Когда сам отсутствовал на вопросы веры, приходилось отвечать матушке Ольге. Я просто взмолилась, говорю, Господи, столько людей спрашивают что-то, ответить некому, ну, пожалуйста, чтобы я хоть вредного ничего не сказала, какого-то ложного, ошибочного, но дай говорить то, что нужно для тебя. И вот оно так и происходило. То есть вот было время, когда, правда, Господь использовал людей не по их там каким-то талантам или способностям что-то, а просто вот другого нету. Вот как ослицу он, значит, у ламы использовал, вот она взяла и проговорила человеческим голосом. Вот я была такой ослицей, которая ничего практически не соображала, сама говорила и сама же вот была в шоке. Думаю, что я такое говорю, вот это да, а здорово, ведь правда так. Узнавая Господа, она молила, чтобы Он открыл ей ее предназначение. Откровение случилось, когда дети льнули к ней, обнимали, целовали и, казалось, мешали ее горячей молитве. Но именно в тот благословенный миг многодетная мама и жена поняла все. Если ты хочешь, чтобы твои дети были верующими, твой ребенок был верующий, тебе надо быть верующим самому, по-настоящему верующим. Что-то случалось, вот ко мне подходил ребенок и говорил, а вот там вот это, вот это, вот это, вот это. И он знает, как я должна поступить. Ну, то, что мы, между прочим, постоянно прокручиваем с Богом. Я смотрела на Бога и пыталась узнать, что сейчас важно. И вообще, что важно, по большому счету, в нашей семье сейчас. Вот у нас есть конечная цель, ну, в отношении детей, например, чтобы они все пришли к Богу. Каждый там в своем возрасте, да, в осознанном. Осознанно пришли к Богу. И вот этой цели должно подчиняться все. С детства все семеро детей отца Андрея и матушки Ольги усвоили, что ходить в церковь, молиться, причащаться – хорошо, но недостаточно. Душа каждого должна была дозреть до свидетельства. Господи, не моя, Твоя воля для меня свята. И жить я хочу по Твоей воле. Ты плачешь и благодаришь Бога за эти слезы. Ты, может, даже иногда, какое-то горе случается, да, проблема дикая. Ты плачешь, ты мучаешься и благодаришь Бога за это. Потому что Господь сказал, радуйтесь всегда, молитесь непрестанно, за все благодарите. Радоваться как всегда, если жизнь такая трудная. А ты радуешься, потому что ты знаешь точно, что Он-то твой Бог, твой вот этот необыкновенный отец, Папа, самый добрый, самый сильный, самый мудрый, необыкновенный. И Он-то знает как. Лисосибирская православная гимназия – любимое детище отца Андрея. Ее открыли самые, пожалуй, сложные для страны 90-е годы, когда в обществе надломилась мораль и нанесла глубокую рану самому институту семьи. Ты должна научить девочек искусству быть хорошей женой. Такую задачу поставил отец Андрей перед своей женой. И матушка Ольга начала вести в гимназии уроки ОБЖ – образа Божьей женщины. Женеться или выйти замуж по любви невозможно, потому что ее нет как таковой. Любовь – это несуществительное, это глагол. А вот эта влюбленность, она кончается через два года. Начинается труд для того, чтобы вот эта любовь выросла. То есть начинается вот зернышко. Зернышко, в принципе, посеял Господь, но его практически не видно. То есть голая земля. Вот ушла влюбленность, у тебя голая земля. И начинаешь трудиться, поливать, рыхлить, ну что нужно. Вот этот росточек, вот он растет. И он растет всю жизнь. Из этого школьного курса со временем вырос семейный клуб, который отец Андрей и матушка Ольга Юрьевичи уже в Москве открыли для всех желающих создать или сохранить крепкую семью. На занятиях ни слова от себя, только обращение к Библии. Все ответы – там. Предстоятель в семье – это мужчина. Он даже перед Богом предстоит за свою семью. И, в общем-то, даже транслирует Бога семье, как должно быть. А женщина – как помощница. То есть она сделала все, чтобы помочь мужу исполнить вот эту задачу. Но для того, чтобы женщина смогла стать настоящей помощницей, как ее видит Господь, муж сделал должен все, чтобы ей было возможно это осуществить. Даже верующим людям, говорит матушка Ольга, бывает непросто признать свою неправоту, отказаться от губительного «я всегда прав», осознать суть мужскую и женскую, которая не от людей, а от Господа. Взять, например, такого вот мужчину и дать ему в руки тоненький-тоненький стеклянный или какой-то хрупкий сосудик. Вот ему дать в руки. Вот как он его понесет. Если он ураган, то все, и нету твоей жены. И любая жена такая, даже если она вообще работает на пяти работах и тебя кормит, по натуре она женщина, ее так Господь создал, она хрупкий сосуд. Когда оба супруга принимают для себя эти вечные библейские истины, все в семейной жизни становится на свои места. Люблю, значит, принимаю, тружусь, оберегаю, благодарю, служу. Отец Андрей и матушка Ольга — сотворцы такой любви, и она растет с каждым годом. Их родные дети образуют свои семьи. Их духовное чадо с благодарностью учится следовать тем же путем. В Библии несколько очень сильных таких моментов говорится о жене, что если ты нашел добродетельную жену, то ты счастлив. Это твое, это ценно. Ценный подарок, ценный дар Божий. Я ее даже не искал. Господь ее нашел и мне ее просто преподнес. Молитва для нас, в нашей семье, это предстояние перед Богом. И когда ты перед ним стараешься, это не всегда, конечно, выходит. Далеко не всегда. Но это, в общем-то, нужно так. И мы очень стараемся. И когда ты постоянно вот так, то это и есть молитва. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир в вашем доме. Субтитры создавал DimaTorzok